В Давос сегодня приехал и украинский президент Петр Порошенко. У него запланированы двусторонние встречи с главами государств и приговоры о политических и экономических реформах в стране. Прямо сейчас на прямой связи со студией Настоящего Времени из Киева эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносильская. С ней обсудим перспективы форума для Украины. Анастасия, добрый вечер. Запад ожидает от Украины создания высшего антикоррупционного суда, о чем регулярно говорят. Порошенко говорили сегодня. В Давосе, видимо, снова речь непременно зайдет об этом очень медленном выполнении обещания о создании такого суда. Как вы считаете? Во-первых, я бы хотела напомнить, что создание антикоррупционного суда ожидает не только от Украины Международный валютный фонд, а и, собственно, граждане Украины. Что касается встречи президента Порошенко с Международным валютным фондом, да, безусловно, мы ожидаем, что во время встречи Порошенко с госпожой Лагард этот вопрос будет стоять, потому что, собственно, это ключевое, что должна сделать Украина, чтобы получить следующий транш помощи от Международного валютного фонда. И этот транш Украине очень нужен. Мы видим, что национальная валюта падает. Украина должна будет в следующем году платить внешние долги и без Международного валютного фонда, соответственно, без антикоррупционного суда. Мы просто не будем, не будет возможности это сделать. Ну а что мешает созданию антикоррупционного суда? Какие главные препятствия? И где те люди, которые не заинтересованы в создании? У вас, к сожалению, главное препятствие сейчас это страх. Страх. Страх политической элиты иметь независимый, неподконтрольный суд, замкнуть антикоррупционную систему и, собственно, стать перед риском, лишиться своих активов и буквально говоря сесть в тюрьму. Связи политической элиты с украинским олигархатом будут обсуждаться в удовольствии? Потому что это же тоже такая весомая претензия, в том числе к Петру Порошенко. Я думаю, что частично да. Более того, мы думаем, что возможно уже обсуждаются и вопросы санкций, но больше этот вопрос опять же будет обсуждаться в контексте антикоррупционного суда, потому что антикоррупционный суд это как бы основной инструмент, который ожидается должен несколько почистить олигархат и окружение Петра Порошенко в том числе. Что мешает заведению уголовных дел против украинских бизнесменов? Тех дел, о которых давно говорят в Украине, говорят еще со времен Майдана, то есть последние 4 года, считаете? Заведение дел не мешает ничего. Эти дела есть, их расследует Национальное антикоррупционное бюро. Более того, мы видим, что в последних расследованиях антикоррупционное бюро подходит все ближе и ближе к бизнес-интересам друзей Порошенко. К сожалению, что действительно мешает, это как раз отсутствие честных судов. Мы видим, что дела, которые передаются в суд, могут лежать в суде без какого бы то ни было движения по году, по более длительному сроку. И в таких условиях, конечно, никаких обвинительных приговоров речи быть не может. В адрес Петра Порошенко мировые лидеры не раз за кулисами, мы знаем об этом, говорили, что он должен выбрать либо быть президентом, либо быть бизнесменом и миллиардером. Насколько вообще это такой важный торг? Да, этот вопрос важен. Более того, буквально недавно мы видели скандал с роскошным отдыхом президента воюющей страны на экзотических островах. Это вызвало большой резонанс. И, собственно, да, это одна из претензий к президенту, который также все-таки оставил свои активы в слепом трасте, и его бизнес продолжает неплохо зарабатывать. Спасибо, Анастасия. Анастасия Красносильская была с нами на прямой связи из Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова